Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Или мне стоит сказать наводящий панику Ди, потому что именно так ты будешь писать в комментариях. Но попробуйте выслушать меня до конца, и возможно вы со мной согласитесь. В сегодняшнем видео я покажу вам пару моментов, которые могут оказаться фатальными для биткоина в будущем. Если вы найдете в этом видео что-то полезное для себя, не забудьте поставить лайк. Поехали. Возможно кто-то из вас помнит июль 2018, когда Агустин Карстенс, глава Банка Международных Расчетов, проснулся и сказал, перестаньте пытаться создавать деньги. Тогда он сделал все, чтобы преуменьшить значение биткоина и других криптовалют. Приблизительно неделю назад этот персонаж снова заявил о себе. Во время своего выступления на конференции в Майами этот мексиканский экономист заявил, это не деньги, критикуя биткоин. Использование термина валюты в этом контексте является ошибочным. Криптовалюты вроде биткоина, эфириума и тезера не выполняют ключевые функции денег. Ни одна из криптовалют не является расчетной единицей или платежным инструментом. Мы уже успели убедиться, что в качестве средства сохранения богатства они тоже плохи. Покупатели криптовалют приобретают программные алгоритмы и ничего больше. Конечно, сейчас я могу подискутировать на тему того, сколько ошибок я нашел в высказываниях этого банкира. Да хотя бы то, что закидывать биткоин, эфириум и особенно тезер в одну корзину, и потом по этой корзине делать какие-то выводы о всей криптовалюте, это полнейшее дилетантство. Извините, мистер Карстенс, если вы смотрите это видео, я приглашаю вас на дебаты в Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, да куда угодно. Поэтому жду от вас ответа. В комментариях, конечно же, где ж еще? На самом деле, я дам вам один совет, уважаемый банкир. Делая выводы о криптовалютных активах, хотя бы анализируйте каждый отдельно. Но это видео я делал не ради того, чтобы искать ошибки в заявлениях. Задумайтесь, главы огромного международного известного банка. Это финансовая организация, цемент между национальными банками разных государств. По сути, нацбанки ведущих стран мира являются его учредителями. Вы понимаете, насколько это важная шишка? Целями этой организации в том числе являются наблюдения за глобальным финансовым рынком и поддержка монетарной и финансовой стабильности. Допустим, биткоин угрожает существованию банков. Но на самом деле, для успевших на этот поезд банков он не является проблемой. Потому что всегда найдутся люди, которые не хотят брать ответственность за свои деньги в свои руки. Они лучше доверят их под управление банка. Появятся банки, которые будут хранить ваши биткоины. Поэтому банки и в будущем будут нужны, но возможно меньше, чем сейчас. Будет правильнее сказать, что биткоин является угрозой для актуальной банковской системы и очевидно для актуальных фиатных валют. Мы поняли, что является основной угрозой для современных банков. Давайте разберемся, что угрожает биткоину. Это уже ближе к цели нашего видео. JP Morgan уличили в манипуляции рынками драгоценных металлов. Новость, которая потрясла финансовый мир. Вы удивитесь, но на криптовалютных рынках до сих пор существуют люди, которые уверены в том, что никаких манипуляций на криптовалютных площадках пока еще нет. Посмотрите мое видео о рыночных манипуляциях, чтобы убедиться в том, что манипуляции есть. И в этом же видео я рассказывал о спуффинге, кстати говоря. Трейдеры JP Morgan регулярно размещали заказы на фьючерсы под драгоценным металлом. Однако эти заказы быстро отменялись до осуществления сделки. Это спуффинг. Эдмонд признался следователем, что на протяжении 7 лет осуществлял такие манипуляции на рынках драгоценных металлов. Этому искусству его обучили более опытные трейдеры банка. А теперь ему угрожает до 30 лет тюрьмы. JP Morgan Chase это крупнейший в мире инвестиционный банк по уровню дохода. Но этот случай показывает, что источники дохода этого банка не всегда законные. Да, все знают, что рынки манипулируются, искусственно рисуются, но поверьте, очень нечасто этому есть прямые доказательства. А теперь у нас есть чистосердечное признание бывшего трейдера банка, который раскололся перед лицом 30 лет заключения. Более того, это доказательство не только совершенных преступных манипуляций, но и существования других опытных трейдеров, как минимум в JP Morgan. Вот что происходит. Заострите свое внимание на том, что эти манипуляции проводились на фьючерсах. На золото, платину, серебро и другие металлы. Ключевое слово фьючерсы. Теперь, почему эта информация может оказаться фатальной для биткоина? Казалось бы, в чем вообще связь, да? Как вы думаете, что случится, если большая часть биткоинов окажется под управлением институционалов? Подумайте, например, о том же BACT, который все называют мега-катализатором будущего роста цены криптовалютного актива. Подумайте о Bitcoin ETF с физической поставкой актива. Вот почему Андреас Антонополус сказал, что Bitcoin ETF это ужасная идея. В любом случае, появление Bitcoin ETF это уже неизбежное событие, и, конечно, мы все успеем на этом получить профит. Но я привык думать на долгосрочную перспективу. И вот она ужасает пониманием того, что тот же BACT или ETF дадут институциональным инвесторам огромный перевес в силе. И после этого такие случаи, как вот этот с SJP Morgan, станут обыденным явлением для биткоина. Конечно же, такие явления на криптовалютном рынке и сейчас происходят, но в будущем все это будут проворачивать институционалы. И это доказывает мои предположения. Подумайте об этом. Обязательно пишите свои комментарии, ставьте лайки, если эта информация была вам полезна. Делитесь видео с друзьями. Давайте наберем 10 тысяч просмотров на этом видео. Это же, в принципе, возможно. 5 тысяч человек посмотрят, поделятся видео с другом, и как раз десятка получится. А также не забывайте подписаться на канал, если вы тут впервые. Переходите в группу ВК, телеграм-канал, пользуйтесь нашим мониторингом и к чейнж сумо. Все ссылки будут в описании, как обычно. А меня зовут Богатейший Ди. Обязательно богатейте, и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok